так добрый день дорогие друзья добрый добрейший день сегодня у нас 17 а в 14 августа что-то нет комментариев почему-то вот все значит все работает итак мы продолжаем изучать тору ближайшие дни буду проводить уроки скорее всего отсюда это я у мамы своей сейчас я несколько дней поживу мама помогали вот выполняю заповедь почитать родителей вот слава богу что есть кого почитать родители вот и продолжаем изучать тору книга называется а йом йом сегодня день сегодняшний день и на сегодняшний день у нас есть такая такой урок да шавуа токси хорошей недели мы начинаем новую неделю очень интересно что после шаббата начинается абсолютно новая неделя новая реальность день 1 и это день 1 он как будто бы первый день сотворения мира можно вот у меня в этот шаббат у меня было такое очень большое желание прямо обнулиться и начать как бы вот почувствовать легкость такую я подумал что осталось то 40 дней всего до йомки пура не даем кипура дорожа жена плюс минус осталось 13 дней плюс 30 где-то 43 дня осталось дорожа жена и рожа жена это обнуление реально обнуление вот я чувствую что тяжесть этого года она на меня просто она очень сильно нагрузилась очень был такой непростой год у всех нас да то есть вообще полностью очень я помню читал у евгений черняк есть такой очень умный человек и он говорит это самый тяжелый год моей жизни он прожил очень непростую жизнь самый тяжелый говорит я могу сказать что моей жизни наверное тоже самый тяжелый год и вот значит книга йом йом нам говорит цевых цветок объяснял взаимосвязь между огнем и внутренней торой значит как мы знаем есть есть открытая тора то что мы изучаем то что написано вот тора заповеди учим читаем недельные главы это называется это называется открытая тора да а есть внутренняя тора это хасиддут у хасидизм да такая и вот он говорит этот цем акцеток это был такой рыба 3 рыба 6 рыба я вам сейчас объясню говорит между связь между огнем и внутренней торой если человек изучая какой-либо закон узнает что через 120 лет его земной жизни он будет учить тот же закон в эденском саду то есть в раю то это придаст ему немного огня то есть он говорит так вот ты сидишь например где-нибудь в чернигове да или ты сидишь где-нибудь в ашкелоне или ты сидишь где-нибудь в малибу да вот у нас есть участники уроков наших из малибу сидишь в малибу и сидишь ты сидишь и думаешь что дальше там будет или где-нибудь ты сидишь в где бомбят час да и думаю что дальше это будет как же жить то дальше я он говорит а ты в этот момент подумаешь что как дальше жить никто не знает царь и соломон мудрейший из людей он говорил в экклезиасте что лоида дома или мое но не знает человек что будет ему в маша хоров медит вот то что у него за спиной кто ему скажет он даже сейчас не знает что у него сейчас за спиной метрах 100 да вот в кривом роде а что будет дальше никто не знает ни в одном городе мира не в одном месте мира никто не знает он говорит так если ты не знаешь так и не знаю значит ты сиди учи тору изучает тору вечная тора через который ты соединяешься с богом и и знай что точно через 120 лет ты будешь учить тот же самый закон только в раю и эта мысль она в принципе она как бы должна вызвать внутренний огонь я могу сказать что действительно если ты можешь вот переключаться внутри между здесь и сейчас реальность да то есть ты как бы можешь схватить вот этот момент реальности в котором ты сейчас находишься вот ты находишься сейчас вот прям здесь чуть почувствовать свои руки там телефон компьютер вот это факт ты здесь что будет дальше не знаю что прошлое уже нету но точно будет тот этап который называется духовный мир это точно если ты можешь вот в свою жизнь как бы увидеть вначале в точке здесь и здесь даже в кривом роде я думаю сейчас в данный момент все тихо да я надеюсь что все тихо теперь в раю точно будет все тихо и ты можешь а что между этим будет что-то что-то будет и у меня был этот шаббат очень до такой как знаете хедуш данной на вреде это хедуша на русском говорят inside на английском знаете я же это известнейшая история когда к царю хисиягу пришел пророк и шаягу сказал ему ты умрешь и не будешь жить я сейчас не буду повторять эту историю много раз и рассказал и значит хисиягу ему сказал что нет я значит отдай мне свою дочку в жены тот ему говорит нет тебе я пророк тебе бог сказал что ты умрешь и не будешь жить все установлено уже на небе да а он ему говорит царь хисиягу я получил из дома царя давида да ну то есть он его был потомок что даже если острый меч лежит на твоей шее не переставай надеяться на милосердие всевышнего и он начал молиться и действительно после этого еще 15 лет прожил хотя вот вот ему пророк сказал что ты сейчас умрешь а он после этого прожил 15 лет так я вчера подумал вот как бы понятно что в моменты отчаяния вспоминаешь эту историю и думаешь что не надо отчаиваться если есть надежда и действительно мы видим что люди выходят из самых безнадежных ситуаций выходят иногда да часто выходит иногда выходят но я вчера понял такую вещь а если у тебя меч не лежит так ты тем более должен надеяться на милосердие всевышнего что же такое даже если тебя меч лежит на шее это ты должен надеяться на милосердие а если ты сидишь кривом роде то ты должен просто быть уверен в том что всевышний именно над тобой он будет всегда охранять сохранять и все будет хорошо то есть из этого как бы никогда не обращал внимание что какая здесь есть глубокая идея что вообще человек не должен волноваться завтрашнем дне у него не должно быть страха этого да это совершенно глупый бессмысленный страх о завтрашнем дне всегда есть только день сегодняшний в этот сегодняшний день ты или ты живешь и у тебя все хорошо или ты сегодня живешь и думаешь о том что будет завтра и ты себе воруешь сегодня тем что ты боишься тревожишься о том что как же буду завтра никто не знает что будет завтра так и не тревожишься завтра. Надейся на милосердие Всевышнего, учи Тору, делай заповеди. Понятно? И все. А заранее все делать мы не знаем же, что делать заранее. Все, двигаемся дальше. Обретение неба на земле. А как нам обрести небо на земле? Вот тут нам даются конкретные советы. Значит, давайте еще раз. Семак Седа говорил, что нужно вспомнить, нужно учить Тору здесь и вспоминать, что ты будешь учить то же самое в раю. И это тебе даст огонь, изучать здесь. Теперь обретение неба на земле. Как-то написал один человек Рэбе письмо Любавичскому, что он на работе, исполняя служебные обязанности, обидел одного из своих помощников. Настроил его против себя. Рэбе посоветовал этому человеку, дал ему такой совет. Заставьте себя полюбить своего сослуживца, и его раздражение исчезнет само собой. То есть он ему дал совет. Смотри, вот кто-то на тебя злится, а ты его внутренне полюби. Если ты его реально полюбишь внутренне, то он это почувствует и перестанет на тебя злиться. То есть его раздражение исчезнет. Это очень интересный такой совет, лайфхак. Я думаю, что он очень сильно работает, потому что люди конкретно чувствуют отношения друг к другу. Это тоже, как говорил царь Соломон, как маям по ним или по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в воде, как лево дам ли, лево дам. Так же сердце человека, оно отражает отношения другого человека. То есть если ты всех любишь, то значит люди к тебе отвечают тем же. Если ты всех ненавидишь, и такая позиция, она есть у очень многих хороших людей, кстати, да, у них по умолчанию настроена вражда к новым людям. И я думаю, что это одна из причин, вот здесь, я просто наблюдал, есть люди, которые религиозные, там, хорошие, вот. Но у них по умолчанию, они изначально, как бы, уверены, что внешний мир негативный по отношению к ним. Это такая, как сказать, нелогичная уверенность, которая пришла из прошлого. Может быть, действительно, в прошлом мы жили в тяжелое время, там, может быть, ребенок действительно жил в каких-то там, в детстве есть буллинг, да, такой, в школах кого-то бьют, кого-то обижают, кого-то и так далее. И если ребенок, он рос в этой атмосфере, да, что его, например, били, ну, или он был, и он людей уже так изначально опасается, то у него по умолчанию вместо беспричинной любви, у него вместо этого беспричинная, ну, конкретному каждому сегодняшнему человеку беспричинная ненависть. Потому что то, что когда-то кто-то меня обижал в детстве, если я сейчас отношусь к человеку, который мне не сделал еще ничего плохого, изначально по умолчанию вот так плохо, то он это почувствует. И он тогда, значит, он почувствует. А если я его люблю беспричинно, то он тоже почувствует. Понятно, да? Мы не несем ответственность за чувства других, которые они испытывают. А вот Рэбе говорил, да, несем. Рэбе говорил, вот мы не... Видите, вот Рэбе так не считал, как Эстер, Эстраэль, да? Рэбе говорил этому конкретному человеку, он его обидел, тот на него, против него настроился. Рэбе ему говорит, а ты его полюби сейчас. И когда ты полюбишь его внутренне, его раздражение исчезнет само собой. Получается, что я, ну, в этом случае конкретно, Рэбе сказал, да, ты его обидел, значит, ты несешь ответственность за его чувства. И как ты можешь их изменить, ты можешь его полюбить. Понятно, да? Все. Значит, двигаемся дальше. Сегодня мы начинаем главу, которая называется недельная глава Эков. Ее первое слово ВАЯ Эков Тишмаун. И будет, когда вследствие. Эков это как пятка, да, переводится. Слово Эков. Яаков это тот, кто держался за пятку. Яаков, и который шел за Исавом, да, он его держал за пятку. Когда он родился. И вот, значит, Эков это вследствие. ВАЯ Эков Тишмаун это Амишпатим. И будет, сказал Бог, вследствие того, что вы будете слушать Амишпатим, это правопорядки, то есть, ну, законодательство. Аэле, Тора, которую Бог дал. Ушмартэм, ваоситэмутам. И будете их сохранять и делать их. Вэшамар, ашамилокэха, лэха, этабрит, вэта хэсет. И будет тогда Всевышний сохранять для тебя союз и милосердие. Ашер, нишбаля, о которой он поклялся твоим отцам. То есть, Мошарабэну продолжают говорить еврейскому народу, что Всевышний поклялся Аврааму и Цаку Якову, что с их потомством будет союз. И, значит, но, но, вследствие того, что будете соблюдать. То есть, есть как бы, вот на человека идет, например, сверху какое-то добро от Бога. Идет, 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 идет. А он своими действиями или он его пропускает, или же он его останавливает. Или же даже он переворачивает добро, дальше будет написано на какое-то то, что ему кажется сейчас зло. Но там написано дальше, что как отец наказывает своего сына, так же Бог, он тебя миастреха, он дает тебе страдания. Для чего? Зачем папа наказывает сына? Для того, чтобы его воспитать, для того, чтобы его сделать человеком. Так же Бог, когда он дает кому-то какие-то страдания, неприятности, это для того, чтобы его пробудить, исправить, помочь ему выйти на правильный путь. Так, дальше. Ваавха, уварахиха, значит, он тебя будет любить, и он будет тебя благословлять. Вейрбеха, и он тебя умножит. Убарах, прибытнеха, и он благословит, прибытнеха, это плоды твоего живота. Уприятматеха, и плоды твоей земли. Дганеха, и твои сельскохозяйственные угодья, вытирожка и виноградники, выицхареха и оливковые деревья, и даже скот, который у тебя будет, быков, и даже мелкий рогатый скот. То есть, раньше же, что было основным богатством? Это было стада, корова, барашки. Сейчас уже это не актуально, сейчас всех там машина, и так далее. А раньше было все очень просто. Есть у тебя корова во дворе? Все, значит, это вместо интернета, вместо телевизора, вместо всего. Утром встал, подоил, отправил ее в поле с пастухом, или сам пошел с коровой с этой. Потом собрал ее с поля. Там целая была, вокруг коровы вертелось очень много жизни. И вот поэтому Машарабену и говорит, что Бог благословит плоды вот этого твоего скота, и будешь ты процветать на земле, которую поклялся Бог твоим отцам дать тебе. Да, чтобы было Рафаш-Лама, пострадавшим в ночном теракте в Иерусалиме, чтобы было полное выздоровление Рафаш-Лама к всем пострадавшим в теракте в Иерусалиме. Сейчас там женщина беременная, мужчина в коме, конечно, страшно, что так происходит. И дальше, барухтие миколяамим, чтобы в заслугу нашего Рокатора, чтобы они выздоровели, все раненые, которые сейчас нуждаются в выздоровлении. Хорошие, добрые люди, особенно невинные люди, которые просто попали под, попали под раздачу, да, это так называется. Это, конечно, конечно, им сейчас тяжело, и они, наверное, сейчас, тут есть такое, что страдание, которое человек испытывает, оно ему, оно ему уравновешивает все, что там, например, он, недавно совсем я слышал, кто-то у него было какое-то суперпозитивное событие, и сразу после этого позитивного события у него прям что-то случилось, да, вот одновременно. То есть, до этого не было ни позитива, ни никаких не было неприятностей. Тут у него сильный позитив и неприятность. И опять, если среднеаритметическое посчитать, получается точно так же ровненько. Дальше, Всевышние, вот многие спрашивают, там, в чем секрет, секрет успеха евреев, почему есть там нобелевские лауреаты, богатые люди, там очень много, ну, несороизмеримо много от процента евреев, от общего населения. Вот ответ, 14-й отрывок этой главы. Барух, тие, Миколе, Амим, будешь ты благословен больше всех народов. Ие, бха, лёйебыха акарва акара у ббмтха. И не будет у тебя бесплодного и бесплодного, а также среди скота твоего. Значит, Всевышний дал такое благословение. И уберет Бог от тебя болезни и так далее. Значит, и даст он тебе силу захватить эту землю Израиль, в которой там населялись страшные народы, которые просто были. ну, знаете, как, если кто не читал, есть книга, которую написал Кортес, был такой Кортес, Контистадоры, когда они захватили Мексику, вот там, где сейчас Мексика, их было очень мало, там 100-200 человек, они на кораблях приплыли. И захватили они эту землю, и там были инки и ацтеки. И эти инки и ацтеки, что они творили, когда они зашли там, были у них союзники среди этих инков и ацтеков, они зашли в их храм. И он говорит, у меня по щиколотку было крови, человечестве жертвоприношения. То есть, они просто людей каждый день десятками, сотнями, они убивали людей, вырвали сердца, там, ну, были звери вообще, просто, ну, хуже зверей. И, значит, Машерабену передает, слава Богу, евреям, что те народы, которые уже, их мера греха, она переполнилась, значит, ты их изгонишь. Они выглядят страшными, но это все, в войне побеждает, побеждает тот, у кого есть благословение Всевышнего. И, и говорится здесь так, что, может быть, титу марбали ва веха, может, ты скажешь в сердце своем, многочисленные народы эти, и как я могу их победить. И Бог говорит, лоти рамеем, не бойся их. Захор тискор, эташер, аса, шемелокеха, лепаро. Помни, помни всегда, что сделал Бог всесильный твой фараону, улекор митстраем, и всему Эдипту. То есть, когда Бог выводил еврестий народ, это был знак на все поколения, что сила не в армии, сила не в оружии, сила в божественной поддержке. То есть, если Бог поддерживает, значит, значит, победит, как Израиль побеждал во всех войнах, последние войны, вот, от основания государства Израиль, были прям войны, одна за другой, одна за другой, да? война 67-го года, шестидневная война, за шесть дней дошли до столиц Сирии и Эдипта, 73-го года, за две недели закончилась война, то есть, мы видим, что, хотя, численное преимущество и в оружии было у врагов в десятки, в сотни раз, и Израиль все равно побеждал. Значит, помни, вели те испытания, которые видели твои глаза, и помни, как вывел тебя Господь из Едипта, значит, не страшись. Все. Теперь дальше, я пропускаю, 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 значит, опять идет повторение, не служи идолам, не делай себе изваяни, не делай то, что делали вот эти идолопоклонники, и, значит, коль амитсва, ашера, нухимитсавха, каждую заповедь, которую я тебе заповедую сегодня, сохраняй ее и делай, чтобы ты жил, и чтобы ты умножался, и чтобы вы унаследовали землю, которую я поклялся отцам вашим. И помни, и помни весь путь, как им вел тебя Бог 40 лет, и, значит, и испытывал тебя, чтобы знать, будешь ли ты соблюдать его заповеди или нет. То есть, вот этот вот 40 лет в пустыне, это был такой тренинг, тренинг длинный, тренинг личностного и духовного роста. 40 лет, представляете? Вот, человек живет, сколько он времени уделяет внимание духовному росту? Ну, 20 минут с утра поучились, значит, все, и целый день, потом, давай, значит, работать ради, ради еды, ради тела, ради признания, ради славы, ради, ну, опять, в основном, ради денег, значит, а душа, духовный рост, заповеди, да, ну, это как, это такое дело, там, пару раз в году, и все. Бог говорит не так, значит, вот я вас вывел, народ священников, 40 лет выходили по пустыне, и, ваянеха, и я тебя, значит, янеха, это, и снурял тебя, вэраевеха, и голодом морил тебя, ваях, ваяхилха, это ман, и кормил тебя маном, которого ты до этого не знал, и не знали твои отцы, для того, чтобы, одияха, для того, чтобы сообщить тебе, известная фраза, вот как раз она отсюда история, что не хлебом единым жив человек, знаете, эту фразу, там ее повторяют, вот она, прямо история, не хлебом единым жив человек, а все, что выходит из уст Бога, живет человек, то есть, Вишний дает силу, дает энергию, дает мощность, разными путями, разные есть пути у человека, и значит, не хлебом единым жив человек, и в конце, значит, последнее, что мы сегодня, тут я пропускаю, опять соблюдая заповеди, ходи путями, бойся Бога, значит, и, и последняя фраза, вот сегодняшнего отрывка, она тоже, мы ее повторяем, в Беркат Амазон, благословение после еды, каждый день, такая фраза ключевая, вэхалта, и будешь ты кушать, вэсавата, и насытишься, убарахтает, ашем алкеха, и благословишь Бога Всесильного твоего, аля арет сатува, за землю добру, ашем натан лах, который дал тебе, это очень такая важная связка, вэхалта, будешь кушать, и насытишься, потому что, самое страшное, когда люди едят, работают, зарабатывают, и не насыщаются, им все время мало, то есть, они все время чувствуют себя в состоянии недостатка, им мало, мало, мало не хватает, это проклятие, благословение, когда ты чуть-чуть поел, и насытился, это благословение, убарахтай, и благословишь, то есть, нужно все время помнить, что если ты не благословляешь, за то, что Бог тебе дает, тогда ты будешь к нему молиться, за то, что тебе не хватает, то есть, здесь есть, очень простая закономерность, если Всевышний все сделал, для того, чтобы мы были в контакте, и обращались ко Всевышнему, то есть два пути, или путь благодарности, когда он тебе дает, это спасибо Всевышний, я про тебя помню, спасибо, 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 или путь страдания, ой, там у меня что-то болит, пожалуйста, помоги, 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 то есть, или ты кричишь помоги, или ты кричишь спасибо, я думаю, что любой нормальный человек выберет кричать спасибо, вместо кричать помоги, поэтому давайте лучше кричать спасибо тебе Всевышний, и помоги, мы будем кричать, чтобы Бог помог другим людям, тем, которые нуждаются в помощи, тоже нужно и помоги кричать, и спасибо, только чтобы было спасибо за то, что вы чувствуете на себе доброту Всевышнего, и помоги за других людей, поэтому пусть Всевышний поможет, сейчас я скажу, как зовут этих людей, например, пострадавших сегодня в теракте, сейчас есть даже их имена, так, сейчас, секундочку, вот тут написали, написали их имена, сейчас. Вот, значит, фамилия у них, знаете, какая фамилия? Семья пострадала больше всего, семья Глик, Глик переводится «счастье», люди с фамилией «счастье», значит, касситская семья Глик из США, отец в крайне тяжелом состоянии, он в коме, состояние сына оценивается как средней тяжести, просьба молиться за выздоровление, отца зовут Йошуа Держ Бен Сара, Йошуа Держ Сын Сары, и сына зовут Барух Бен Хан Адитл, значит, Барух Сын Хан Адитл, чтобы была у них РФА Шлыма, полное выздоровление, и чтобы было полное выздоровление у всех близких ваших, у всех людей добрых, хороших людей, которые сейчас находятся в состоянии выздоровления, чтобы Всевышний дал им силы выздороветь и молиться Всевышнему, благодарить Всевышнего, прославлять Всевышнего за чудесное выздоровление. Все, пусть Всевышний услышит все просьбы вашего сердца, выполнит для вашего добра. Все, до завтра, счастливо!